Господь Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Откровение, 13 глава, 5 стих. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца. Толкование. Это совпадет с сведением Даниила. В роге, в скобках зверя, были глаза, как бы глаза человеческие. И уста, говорящие высокомерно. И против Всевышнего будут произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даниила, 7 глава, 8, 25 стих. О том же пишет и апостол, противящийся и превозначающийся выше всего. Называемо Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. 2 Фессалоникица, 2 глава, 4 стих. И Даны, то есть Антихрист не своей силой достигнет этого, но и слова, и действия его Даны, попущены Богом. Что Бог дает разрешать ему сделать, то он и делает. Больше же, чем попущено от Бога, он совершить не может. И вот уста, данные человеку для прославления Бога, говорят гордо и богохульно. Гордость – первый грех сатаны. Гордость будет и последним его грехом. Он начал грешить тем, что захотел быть как Бог. Тем же он согрешит в последний раз. От гордости родились все грехи, в ней же они все и завершаются. Усугубление греха Антихриста еще в том, что он будет не только говорить, но и действовать, и словами, и действиями будет хулить Бога. Но Даново ему будет это делать только краткий срок – 42 месяца и 3,5 года. Смотрите, Откровение 11 глава, 23 стих. И Откровение 12 глава, 6-й, 14 стих. Святые отцы все разумеют здесь буквально срок 3,5 года. А не неопределенный промежуток времени. Ириней Леонский, Блаженный Иероним, Андрей Кисарийский. Откровение 13 глава, 6 стих. И отверстан уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилища Его и живущих на небе. Толкование. Выдавая себя за Бога, Антихрист будет уничтожать и хулить все, что люди предпочли почитать за Божественное Святое. И отверстан уста свои для хулы на Бога. Бестырству и нечестью Антихриста нет предела. Его ничто не останавливает и не отверзает свои уста даже для хулы на Бога. И извергает тройную хулу, чтобы хулить. Первое. Имя Его. Второе. Жилище Его. И третье. Живущих на небе. Первым объектом хулы для Антихриста будет Всесвятое, Великое, Страшное Имя Божие. А похулившего самого Бога ничто уже не остановит, чтобы хулить и все Божие. Жилище Его – это небо, как мы и молимся, Отче наш, сущий на небесах. Матфея 6 глава, 9 стих. Некогда сатана и ангелы были свергнуты с неба, и теперь в ярости хулят Его. С другой стороны, земной наш дом – это хижина. Второе. Коринфянам 5 глава, 1 стих. Жилище – это тело, в котором обитал Бог, тело Сына Человеческого, как и сказано, что в Нем во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Колосиев 2 глава, 9 стих. Так антихрист, утверждая себя Богом, будет хулить Христа, Сына Человеческого. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. 1 Иоанна 2 глава, 22 стих. Похвалив Христа, Он себя выдаст за Христа. Горе тем, кто все еще ждет на землю Христа для спасения. Они дождутся антихриста и примут Его. И похвалить также живущих на небе. Святые, не отмирные ангельские силы и духи праведников, достигших совершенства. Дивен Бог во святых своих, а потому хулящий Бога будет хулить и его святых. Протестантизм, отвергнув в почитание святых, а иных святых и осмеивая, положил этому начало. Безбожие уже открыто и резко порочит святых. Антихрист тоже будет их хулить. Значит, не дают они ему покоя. Все святые, молите Бога о нас. Так мы прикровенно видим здесь хулу Антихриста на всю Пресвятую Троицу. Хула на имя Его, это хула на Отца. Хула на жилище, это хула на Сына. Хула на святых, это хула на Святого Духа. Деяние 5 глава, 3 стих. Ибо святые, помазанным Духом, им живут и освящаются. Откровение 13 глава, 7 стих. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дано было ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. Толкование. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Война со святыми, с христианами, велась во все времена. В страданиях и гонениях рождалась церковь. Первые христиане и были первыми мучениками. Вели войну с христианами и варвары, и мусульмане, и безбожники. Но никогда не удавалось их победить. Всемогущая десница Божия всегда спасала свой народ. Антихристу же будет дано, то есть не своей силой, а по опущению Божиим победить их. Но и эта победа будет внешне призрачной. Церковь будет истурнута из общества, но не из сердец истинно верующих, которые и в то время останутся в пустынных и потаенных местах. Сейчас нам говорят, что религия исчезнет из общества. Что ж, они правы. Эта победа будет одержана сатаной, и об этом прозвещено в Писании. Но ужасен будет конец победителей и славен венец побежденных. И вот когда будет взят от среды удерживающий теперь, то есть Дух Святой, отступится от среды людей и останется уже только в избранных, тогда откроется беззаконие. 2 Фессалликийцам 2 глава 7-8 стих. И дана будет ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. То есть, после своей победы над христианами, Антихрист получит всемирное владычество. Это не означает, что вся земля будет представлять собой одно государство, но все государства и народы будут подчинены его верховной власти. Антихрист не заметит или не захочет заметить, что все это лишь дано, и припишет все это своей силе, власти и мудрости, потребует себе божеского поклонения и добьется своего. Откровение 13 глава 8 стих. И поклонятся ему все живущие на земле, в которых имена не написаны в книге жизни Уангца, закланного о создании мира. Толкование. Все, кроме истинных христиан, запечатленных печатью Божией и записанных в книге жизни, поклонятся ему. Не устоит никакая идеология и никакая религия, кроме христианской. Евреи, мусульмане, индийские и другие восточные верования, все политические и идеологические партии и все народы воскликнут, кто подобен ему, кто может сразиться с ним. И все поклонятся ему. Потому помолимся, да не сгладит Господь имена наши из книги жизни. Слова о создании мира должны относить не к словам Ангца, закланного, но к словам, имена которых не написаны в книге жизни. Здесь апостол Ян говорит о том предопределении святых к жизни, о котором говорит и сам Спаситель. «Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его, «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Матфея 25, глава 34 стих. «И как пишет апостол Павел, он, в скобках Бог, избрал нас в нем, в скобках во Христе, прежде создания мира». Эфесянам 1, глава 4 стих. Откровение 13, глава 9 стих. «Кто имеет ухо, дослышит» – толкование. Описав все это и намереваясь еще описывать ужас последнего времени, Иоанн призывает своих читателей. «Кто имеет ухо, дослышит». Это обычное для Евангелия и Апокалипсиса воззвание к бдительности, внимательности и самоконтролю. Матфея 11, глава 15 стих. Матфея 13, глава 9 стих. И Луки 8, глава 8 стих. Откровение 2, глава 7, 11, 17 стих. «Как мало в наше время имеющих уши, чтобы слышать! Ибо огрубило сердце у людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули». Матфея 13, глава 15 стих. Откровение 13, глава 10 стих. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому належит быть убитым. Мечом. Здесь терпение и вера святых». Толкование. Предзывав внимать этим божественным словам, Иоанн указывает на воздаяние. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому належит. Быть убитым мечом. Этот закон справедлив во все времена. Совершающий насилие сам будет повержен. Чтоб причинил другим, то и обратится на тебя. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Матфея 7 глава, 2 стих. «Особенно эти слова исполнятся на самом Антихристе. Как он пленит всех неугодных себе, так будет и сам навечно лишен свободы и ввержен в плен геенны огненной». Откровение 19 глава, 20 стих. «Как он будет уничтожать и разрушать мечом, так и сам будет уничтожен мечом, исходящим из уст Божиих. Когда его Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явление пришествия своего». 2 Фессаллакийцам, 2 глава, 8 стих. «Здесь терпение и вера святых». Этими словами Иоанн показывает, что здесь, на земле, во время великой скорби Антихристовой, святым необходимо будет для спасения особенно терпение и вера. Без них в благоприятное время не спасешься, а тем более в такое тяжелое. Откровение 13 глава, 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Толкование. «Как много было и есть антихристов», 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих. «Но в кончину века будет один, собственно, антихрист. Так много было и есть лжепророков, как о том говорит Писание. «Ибо восстанут лжи Христы и лжепророки». Матфея, 24 глава, 24 стих. 7 глава, 15 стих. «Деяния», 13 глава, 6 стих. 2 Петра, 2 стих. 2 глава, 1 стих. 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Но в кончину века восстанет главнейший из них, собственно, лжепророк». Откровение, 16 глава, 13 стих. Откровение, 19 глава, 20 стих. И Откровение, 20 глава, 10 стих. «Как многие пророки пророчествовали о Христе, а один из них, Ян Претеча, указывал на Христа, так многие лжепророки своей деятельностью готовили путь антихристу, а один будет его непосредственной предтечей, укажет на него и научит людей ему поклоняться. Ириней Леонский и Андрей Кисарийский объяснили, что этот другой зверь и есть лжепророк. Этот зверь не антихрист, ибо он другой по отношению к нему. Не является он и самим сатаной, ибо действует перед сатаной». Стих 12. «Сатана во всем подражает Богу, ибо желает быть как Бог, а с другой стороны, чтобы повестить людей. Так как Бог есть Пресвятая Троица, то Он в определенном смысле подражает Ему и в этом. Не будучи Троице по существу, Он совершает это подражательно». Сатана сам подражает как Богу Отцу. Как Бог послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, «Так сатана послал от Антихриста, а Антихрист во всем внешне подражает Христу. И как мы исповедуем третье лицо Пресвятой Троицы, Духа Святого, гологолову, шоу в пророках, так нечистые духи вещают через пророков, пока не явится сам лжепророк последнего времени. Сатана, Антихрист и лжепророк. Вот прескверная карикатура лукавого на Божественную Троицу. Иоанн видит зверя лжепророка, выходящего из земли. Зверь Антихрист вышел из моря, как из чего-то всегда волнующегося и меняющегося. Такова жизнь, породившая Антихриста. Особенно уподобляется морю жизнь государственных и политических деятелей. Земля эта, наоборот, нечто постоянное и твердое. Таким является в обществе во все века культ и порождаемая им культура. Корень слова культура – культ. Без корня нет слова, без культа – культуры. Таким образом, лжепророк будет не государственным деятелем, а представителем культа. И культурой, приготовляющей умы и сердца людей к принятию Антихриста. Он будет вести идеологическую работу и являться верховным жрецом культа сатаны. Это не будет религия, направляющая к небу, к вечности. Это будет земное мудрование, исходящее от земной скверной жизни. Почему видит Иоанн лжепророка, выходящего из земли? Далее следует описать зверя лжепророка. Он имел два рога, подобные ангчим. То, что этот зверь имел только два рога, означает, что он является низшим по отношению к Антихристу, который является в виде зверя с десятью рогами. Два рога лжепророка будут подобны ангчим. Откровение 5 глава 6 стих. Они будут не ангчим, но подобны ангчим. Опять сатанинского употребления Богу. Предупреждал о том Христос. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Матфея 7 глава 15 стих. С печалью говорил о том и великий апостол языков. Ибо я знаю, что под шестью мою войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Деяние 20 глава 29 стих. В наивысшей мере таковым будет лжепророк Антихриста. Подобно ангцу он будет иметь в вид благочестия и возвещать вроде бы наивысшее и гуманнейшее учение. Но все это будет ложь. И научат поклоняться не божественную ангцу, а посланнику ада, страшному зверю Антихристу. Сколь бдительно должны быть мы. В самых разных формах приходят пророки. Подобно ангцу. Это и различные литики, предлагающие учение. Подобно учению ангца. Они и называются его именем, дети Божии, и исповедуют его, и призывают к нему. Только Христа они считают основой и центром своей веры. И все-таки их вера только подобие веры ангчи. Они не могут реально предложить Христа, а только его подобие. Не случайно поэтому в сектах нет таинств, а есть только символы, подобие. Отравленное вино, подобно чистому. Но испившая такую чашу, умирает. А потом и нет у них спасения. Люди, не отличив ангца от подобия ангцу, гибнут. Овечья одежда прикрывает хищных волков. И неверующие люди также предлагают зачастую программы, цели и учения, подобно ангтям. Божественную ангцу и его учению уподобляются различные посланники Индии и Тибета, оккультисты, теософы. И люди оставляют истину ради ее подобия и гибнут. Зверь, лжепророк говорил, как дракон. Уста пророков возвещали то, что говорил через них Бог Духом Святым. 2 Петра 1 глава 12 стих. Лжепророк станет устами сатаны. Все его пророчества, видения и учения будут даны ему сатаной. Откровение 13 глава 12 стих. Он действует перед ним со всякой властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Толкование. Лжепророк будет не только говорить, словесно воздействовать на людей, но будет и действовать ложными делами и чудесами увлекать народы. Он действует перед ним со всей властью первого зверя. Здесь видна подчиненная роль лжепророка. Он действует не от себя и не для себя. Он действует перед ним, то есть с ведома и волей Антихриста, первого зверя. Перед ним отчитывается и от него получает поддержку, помощь и силу. Свои дела пророк совершает со всей властью первого зверя, а первому зверю Антихристу. Дано было вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. Откровение 13 глава 7 стих. Эту власть, которую допустил Бог иметь Антихристу, он передает своему пророку, чтобы тот подчинил ему души всех людей. И в этом подражание Христу, который также свою власть, полученную от Отца, передал своим ученикам и апостолам. Матфея 28 глава 18-19 стих. Евангелие от Иоанна 20 глава 21-23 стих. Этой властью, полученной от Антихриста, лжепророк заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Как Иоанн Претечия, приготовил людей поклониться анкцию, имеющую быть распятым и воскреснуть, так и лжепророк, приготовил людей поклониться Антихристу. Так же подражающему Христу лже-смертью и лже-воскресением. Откровение 13 глава 13-14 стих. И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Толкование. Вера нуждается в удостоверении чудом. И вера в Антихриста также будет нуждаться в этом. Сейчас нам говорят, покажите чудо, и мы будем верить. Что ж, великие чудеса будут совершены лжепророкам и поверят. По своему эффекту и грандиозности чудеса лжепророка названы великими. О такой чудотворной деятельности говорил Христос. Восстанут лжи Христы и лжепророки и дадут великие знамения чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранных. Матфея 24 глава 24 стих. 2 Фессаллокийца 2 глава 9 по 11 стих. Какова природа ложных знамений чудес, определить трудно. Это может быть и обман, и наваждение, и сценировки, и явления, совершенные с помощью науки. И действительные чудеса, совершенные дьявольской силой. Как, например, чародейство, колдовство, магия. Для великого отступления нужны будут и великие чудеса. И вот Иоанн описывает чудо, которое будет совершено лжепророкам. Огонь не сводит с неба на землю. Это чудо всегда было особым знаком божественности, удостоверением схождения небесного на землю. Бытие 15 глава 17 стих. 3 Царств 18 глава 38 стих. 4 Царств 1 глава 10 и 12 стих. Луки 9 глава 54 стих. Совершил это чудо из сатана в Ветхом Завете, когда он по попущению Божию не свел огонь с неба и попалил стада праведного Ивова. Ивов 1 глава 16 стих. К тому же и пророки Илья и Иоанн будут поражать огнем своих противников. Чтобы противостоять им, лжепророк будет совершать подобные знамения. Исход 7 глава 12 и 11, 22 стих. И не сведет огонь с неба. Возможно, чудом не сведения огня на землю лжепророк будет пытаться противостать явлению схождения благодатного огня на гробе Господнем в Иерусалиме. Геннадий Фаст. Но это чудо будет совершено перед людьми, а не перед Богом. Ибо это лжепророк не есть проявление высшей реальности неба, а целиком рассчитано на эффект перед людьми, на то, чтобы обольстить их. Все эти ложные чудеса лжепророк совершит, чтобы обольстить живущих на земле. Ему не дастся обольстить тех, которые, ходя по земле, душой живут на небе, и там имеют свое сокровище, которых жительство на небесах. Те же, которые не только телом, но и душой живут на земле, только о земном помышляют и к неземному прилипляются, те будут обольщены лжепророком и примут антихриста. «Поэтому не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея, 6 глава, с 19 по 21 стих. Так лжепророк будет творить свои знамения перед антихристом. Откровение, 13 глава, 15 стих. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убивал им был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Толкование. «Как в христианстве есть иконопочитание, есть икона Спасителя, Божьей Матери, Святых, так будет создана и икона Антихриста, и учреждено поклонение ей». Здесь мы явно видим, что общество Антихриста будет не безрелигиозным, основой религии, с явным культом сатаны. Лжепророк добьется не только почитания Антихриста, но даже и его иконы. «Честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу». Так и поклонение иконе Антихриста будет особой формой поклонения Антихристу. Собственно, это будет финалом идолопоклонства. Прежде приносившись жертвы, идолам приносили их фактически бесам. 1 Коринфянам, 10 глава, 20 стих. Здесь же поклонение будет оказано не идолу, а непосредственно иконе Антихриста, посланника сатаны. История повествует нам, что человеческий разум может доходить до такого безумия, как оказание божеской почести человеку. Есть примеры римских императоров, Каллигулы, Нерона, Домициана, Декия. Лжепророк не только добьется от людей поклонения иконе Антихриста, но и дано ему было вложить дух в образ зверя. О всех действиях лжепророка сказано, дано ему было. То есть, все это он совершает не собственной силой, но по пообщению Божию. Он делает все силой сатаны. Мы видим, что ему будет дано даже ожитотворить икону Антихриста. Речь статуи была для язычников явным знамением присутствия в ней божества и возбуждала перед собой трепет и поклонение. Есть повествование, что волшебством бесы говорили посредством изображений, статуи, деревьев, вод, даже бывало и через мертвые тела. Симон Волф показал римлянам, как восстают мертвые, через тех, коих воскресил сам. При этом присутствовал апостол Петр и обличил его обман. Именно так, пожалуй, следует тебе представлять. И говорящий икону Антихриста, а не как какое-нибудь изобретение. Техники вроде телевидения и подобного ему. Образ зверя, в который лжепророк вложит бесовский дух, говорил хульное на Бога. Когда люди увидят эту говорящую икону, то в суеверном страхе поклонятся ей. К тому же, образ зверя не только говорил, но и действовал так, что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Каким образом будет совершаться это действие иконы, нам сегодня трудно представить. Ясно только, какой ужас это произведет среди людей. И поклонение будет уже не из почитания любви, а из панического страха. Таким образом, будут уничтожены все религии, политические партии и общества, не признающие Антихриста. Кто не подчинится ему добровольно, тот будет к этому принужден. Или же его уничтожат. Так Антихрист уничтожает всех своих противников и соделывается всемирным владыкой и Богом века сего. Господь говорил, увидите мерзость запустения, реченное через пророка Даниила, стоящего на святом месте. Матфея 24 глава 15 стих. В высшей мере это исполнится при Антихристе, когда он сам сядет в Иерусалимской храме. А его говорящая и убивающая икона будет установлена во всех церквях. Об этом Иоанн Златуф пишет, что Антихрист сядет в храме Божьем не только в Иерусалиме, но и в церквях. Или не только в Иерусалиме, но и в церквях Божьих. Откровение 13 глава 16-17 стих. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным рабам, положено будет начертание на правую руку их, или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Толкование. Здесь видим дальнейшее действие лжепророка по привидению всех к престолу Антихриста. По обычаю древних римлян, воины иногда выжигали на своих руках и на лбу имена своих предводителей, а рабы добровольно или насильно имена своих господ. Принятие знака есть принятие того, что этот знак обозначает. Различные общества имеют свои знаки и вступившие в эти общества принимают их и обязуются исполнять уставы и правила общества. Имеют свой знак и христианство. Это знамение креста. Святой Василий Великий пишет «Из сохраненных в церкви догматов и проповеданий некоторые мы приняли от апостольского предания по преемству в тайне. Прежде всего упомянуто о первом самообщем, чтобы уповающие на имя Господа Иисуса Христа знаменовались образом креста». Правило 9. О совершении христианами крестного знамения пишут уже древнейшие писатели «Тертулиан и лактанцы». Многие святые отцы именовали крестное знамение печатью Христовой. Это нам, печать, которой от язычников и евдеи отличаются. Говорил Амбросий Медилаланский. Крест – это знамение Сына Человеческого. Матфея 24, глава 30 стих. В противоположность печати Христа и печати Животворящего Духа Святого христиан. 2 Каифеном. 1, глава 21-22 стих. Откровение 7, глава 2 стих. Антихрист предложит свою печать. По приказанию лжепророка все люди должны будут принять ее. Это будет возможным благодаря всемирности централизации антихристового государства. Об этом пишет Эфрем Сирин. И будет полагать свою печать всей скверной ни на каком бы то ни было члене тела, но чтобы не затруднялись с ним, будет полагать ее на правой руке человека, а также и на челе положит нечестивое начертание, чтобы человек не имел возможности правой рукою напечатлевать на себе знамение Христа Спасителя. Нашего и также не мог назнаменовать у себя на челе, без сомнения, страшное и святое имя Господне и славный и страшный Крест Спасителев. Ибо знает сей злосчастный, что Крест Господень, если будет на ком напечатлен, разрушит всю его силу, и потому будет класть печать на правой руке человека, так как она запечатлевает крестом все члены наши, а подобным образом и чело на верхе свое носит Спаситель на знамение, как священник носит на себе светильник света. Итак, братья мои, всем верным и сильным Христолюбивым предлежит страшный подвиг, чтобы не однажды не уступить до часа смертного и не измочь, когда змей будет начертывать печать свою вместо креста. Ибо всеми способами будет ухищряться, чтобы имя Господа и Спасителя все святое и причистое имя вовсе не было именуемо во времена змея. Сделать же себя немощной, страшась и трепеща святой силе Спасителя имени. Ибо кто запечатлевается его печатью, тот не будет пленником его мечтаний, а такого не отступит. Господь но будет просвещать его сердце и привлечет к себе. Сердце, не запечатленное Духом Святым, осквернится печатью Антихриста. Запечатление Антихристом правой руки означает также пресечение правых дел, запечатление чела при лечении ума. Запечатление Антихристовой печатью будет независимо от общественного положения. Богатство всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание. Здесь мы, кстати, снова видим, что до самого конца остается в обществе деление на богатых и нищих, свободных рабов. Это деление внесено в мир грехом, не может быть изменено никакими социальными преобразованиями, реформами, переворотами, прогрессом. Как именно положено будет начертание, об этом нет никаких указаний в Писании. Это откроет само время, когда все это совершится. указано только, что это начертание будет либо имя зверя, либо число имени его. В этом, собственно, нет никакой разницы, так как по еврейскому и греческому обычаю буквы означают цифры, так что известное сочетание букв можно прочитать и как слово, и как число. В различные времена существовали самые разные попытки определить печать антихриста и выдать за нее какое-то современное явление. Так объявлялись печатью антихриста четверо конечных крест, троеперстное крестное знамение, герб российского царя, паспорта, деньги, нечестие, ереси, церковное таинство, партбилеты. Но все подобное мнение никак не соответствует ни учение священного писания, ни разумение святых отцов. Ни одно из них мнение нельзя согласовать с тем, что говорит о печати антихристописания. Другое дело, что и чести, ереси, богоступничество и различные государственные и общественные системы действительно подготавливают почву для той реформы, которая будет осуществлена лжепророком в царстве антихриста. И сегодня нам уже совсем нетрудно представить себе, как бы это можно было осуществить. Но не будем гадать, а оставим самим грядущим событием сказать свое слово. Необходимо уяснить, что как апостол, кроме антихриста, что придет указывать на то, что и теперь появилось много антихристов. 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих. Так и кроме печати, что будет в кончину века начертано на нечтивых, поклонившихся антихристу. И теперь есть много печатей, которыми запечатлевается неверное, всякое неправое дело есть запечатление правой руки, а неправая мысль запечатление чела духом антихриста. Самого антихриста еще нет, но его дух и ныне действует в ценах противления. Нет еще и той апокалиптической печати, но и теперь запечатлевают ее нынешние лжепророки нечтивых. На страшном суде на всех нечтивых обнаружится начертание антихриста. Тогда они спросят, когда же мы его приняли, когда же мы его принимали, и ответит им праведный судья, когда не исповедовали меня, когда грешили и не каялись, когда безумно проводили время в суете, увеселениях, в разврате. Матфея 25 глава 41 по 46 стих. Апостол Павел некогда говорил «Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». 1 Тимофею 6 глава 10 стих. Это будет хорошо знать антихрист и лжепророк, а потому лжепророк сделает то, что никому нельзя было ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Легче всего заставить человека согрешить ударом по карману экономическим давлением. Человек прилепился к земному так, что ради него он готов и душу свою продать. Не принявшие начертания антихристова окажутся, собственно говоря, вне общества, а таковых общества всегда корала. Как сейчас без документов удостоверяющих личность, человек практически в обществе жить не может. Так будет и тогда. без начертания имени антихриста нельзя будет ни покупать, ни продавать, а значит, нельзя будет пользоваться ничем, что имеет общество. Только пустынные места, пещеры и ущелья гор приютят тогда верно Христу. Мужайся, душа, и готовься к великим испытаниям. Если теперь даже приносившись жертвы идолам и отрекавшись от Христа и Бога могут покаяться и получить прощение от Бога и Церкви, то принявши начертания зверя становятся при жизни сыном гиены. Это будет смертельный грех, которому нет прощения ни в 7 веке, ни в будущем. Это будет хула на Духа Святого и всю Пресвятую Троицу в высшей мере. Матфея 12 глава 31-32 Ибо Антихрист отверст устасывает для хулына Бога, чтобы хулить имя Его и жилища Его и живущих на небе. Откорение 13-6 Это же должны будут сделать все принявшие его начертания. Поэтому о принявшем печать Антихриста Ипполит Римский пишет Прелестнику приложится и тому единому послужит, потому что такому пока и нет. По всему ясно, что погиб от Бога и от человек. Откровение 13 глава 18 стих Здесь мудрость. Кто имеет ум, то сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Толкование. В кончину века имеющие мудрость христиане смогут и по имени определить Антихриста. Это будет для них окончательного удостоверения в том, что явившийся владыка мира и есть Антихрист. Число человеческое этим указывается, что Антихрист будет обычный человек с человеческим именем. Число этого имени и приводит Иоанн. Каждая буква у евреев и греков соответствовала число. Сумма всех чисел соответствовавших буквам слова считались числом этого слова. Таким образом, число 666 есть число имени, которого будет носить Антихрист. Об этом имени прескверно говорил Христос. Иной придет во имя свое, его примите. Иван Глятвянов, 5 глава, 43 стих. По некоторым древним спискам это число считается как 666. По другим, как три рядом стоящие цифры 666. Эти два чтения не представляют собой различия по существу. Существует очень много попыток объяснить число 66 символически. Например, первая шестерка число дней творения мира Богом и дней человеческого труда. Вторая отрицательный момент как указание на то, что не имеет свойства божественного совершенства. Третья означает боговраждебное стремление обладать миром. Ясно, что все такие толкования страдают одним общим недостатком полной произвольностью. Такой нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Придумать же таких толкований можно сколько угодно. Неверно и понятие, что число 666 обозначает время пришелья антихриста. Неверно потому, что здесь это число употреблено явно в связи с именем антихриста. К тому же число 666 никак не отождествит с действительным временем прихода антихриста в мир. Таким образом, число 666 должно разуметь исключительно как число имени. Так учили и давнейшие толкователи апокалипсиса. Святые Иустин Мученик Ириней Леонский Эпполит Римский Андрей Кисарийский. Много было и попыток точного определения имени антихриста. Есть ряд имен, число которых 666. Таковы Лампетис Освещенный Титан Солнце Латиник Венедикт Благостовенный Возможно в подражании воистину Благословенному Христу. Кроме того, толкователи, которые видят под апокалиптическим зверем личность римских императоров Нерона или Диоклетиана нашли, что число 666 соответствует Нерон Кесарь и Диоклетиан Август. На Нерона указывают свои статьи Откровения Энгелес. Но в этом две натяжки. Во-первых, почему в книге написанной по-гречески имя зверя должно читаться по-еврейски. Во-вторых, почему берется не просто человеческое имя, но имя и титул Кесарь Август. Хотя император Нерон действительно может рассматриваться как прообраз Антихриста. Нерон первый великий гонитель христиан Антихрист последний. Помимо собственных имен можно указать и нарицательные имена имеющие тоже своим числом 666. Это худой руководитель, древний завистник, истинно вредный, неправедный Агнец. Таким образом, предсказать какое же именно будет имя Антихриста невозможно. И нам дано это число не для того, чтобы пророки предсказать имя Антихриста, чтобы пророчески предсказать имя Антихриста, а для того, чтобы когда он явится, точно убедиться, что это он. И Ирине Леонский даже предупреждает. Немалая опасность угрожает тем, которые ложно присваивают себе знания этого имени Антихриста. Ибо если они полагают какое-то имя, а он придет с другим, они легко будут обмануты, думая, будто еще нет того, кого належит остерегаться. Причину же того, почему имя Антихриста не написано явно, святой Ирине называют такую. Иоанн показывал число имени Антихриста. Имя же его умолчал, потому что оно не достойно быть возвещенным от Святого Духа. А Святой Андрей Кисаревский пишет, Божественная благодать не соизволила, чтобы в Божественной книге было написано это пагубное имя. Возможно, что есть связь с Антихристом у Адоникама, вернувшись за Ровевелем из Вавилонского плена, о котором сказано «Сыновей Адоникама 666». 1 Ездор 2 глава 13 стих. Число 666 встречаем еще в Третьей книге царств. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых сверх того, что получаемо было. Третье царств, 10 глава, 14-15 стих. Как 7 число Божественной полноты, так 6 число Антихриста. 666 сатанинская полнота, как тройное повторение шестерки. Ирине Леонске указа также назначение числа 666. Замечаю, что одинаковое повторение числа 6 трижды означает восстановление антихриста всего Богоотступничества, которое было в начале, середине и будет в конце времен. Какими Иисус было общеупотребляемо в Ветхом Завете и стало спасительным Деяние 4-12 и страшным для бесов только с пришествием в мир самого Бога Человека. Такими антихриста сейчас возможно общеупотребляемо, а приобретет всю сатанинскую силу и станет прескверным только с явлением антихриста. Так святой Иоанн описал царство антихриста в самое мрачное время бытия человечества. Интересно указать число имени Иисус Иисус имеем 888 Об имени Девы Марии есть такое повествование «Когда у Еленов был весьма великий голод воздвигли храм воздвигнут вошли в кумирницу вопросить Аполлона кумира своего честь какого бога наречь сей храм скажи нам о пророчествующий Аполлон чей будет этот храм и чему належит быть Аполлону же не попущено было молчать но опаляемый от обоих сторон незреченной силы он ответил им говорят так Я поведу вам единого бога вышнего царя которого слово без нетления при чистой деве носимо будет тому будет храм этот имя же девицы дважды по 70 дважды 6 и действительно число имени Марии есть 152 приложение 4 опровержение адвентистского лжеучения об антихристе как о римском папстве может быть на следующее оставить где тут далеко очень много да ну все тогда на этом этот ролик на этом закончить а то уже скоро билибор будет будет около часу почти ну вот так мы всегда показываем наше сокровище новый завет трехтомник где толкование апокалипсис это полное от матфея ну и то что у нас вот есть в интернете это наш сайт во свете библии православный библейский сайт и самое ценное здесь 4124 ответа по темам а внизу православный форум Игнатия Лапкина вот на него если ткнуть надпись в эту то сразу выйдешь на наш форум а наш форум он вот он видите как это 1440 тем кроме того у нас открытый сейчас канал православный видеоканал открытый оком во свете библии легко найти про свой канал Игнатий Лапкин зарядите и вы уже выйдете около 1000 роликов и mail.ru это моя тоже под моими фамилиями я один в этой системе тут очень много фотографий много материала много роликов много это около больше 1000 вот эта система одна из лучших каких я знал вот здесь много говорится об опровержении сектантского лжемудрования относительно тысячелетнего царства я помню как-то жил я в Искитиме и там знакомый баптист был близкие отношения были Иван Гузь и он этой темой интересовался а тогда Бакмелдера книга такая вышла Господь грядет и вот он взял большую простынь у тещи и все изрисовал кругами откуда идет что мы залезли в четвером на эту простынь она большая и он ведет по ней показывает когда восхищение когда первое воскресенье там все остальное ну а я наводящие вопросы стал задавать но них свести то не может и ни один никто их не сведет как у баптистов то и другое до жатвы а у них за тысячу лет раньше праведники возносятся праведники за тысячу лет лежать до жатвы у них ничего не получается рабы Господни думали вырвать сначала плевел то есть вот эти попытки они не от Бога расти вместе не вот подойдет к концу это кончина века там очень четко Христос воскрес дата здесь начало тысячелетнего царства с этим никак не соглашается а иначе приблизил царство небесное где оно приблизилось в лице Иисуса Христа да придет царство твое оно пришло а царство Божие не пищит питье но что праведность мир радость во святом духе апостол Павел сказал об этом оно не придет приметным образом оно неприметное пришло по-баптистски там по-сектански оно очень приметное будет вот как в фильмы ставят адвентисты седьмого дня она выходит ребенка нету ну что ты ну кончай прикалываться куда ребенок делся и везде у них восхищены на работе паника там исследует ФБР не может найти то есть это бредни пьяных старух как Иоанн Златоуст говорит здесь просто никакой просто не надо вот Христос воскрес это понятно начало тысячелетнего царства на Голгофе лишит сил имеющие державу смерти сатана скован на тысячу лет скован то есть лишен силы вот он сатана скован тысячу лет а вот Христос пришел пришел здесь страшный суд часы остановились времени больше не будет восхищение церкви в этот момент и здесь всеобщее воскресение так учили всегда Марфа еще говорила знаю воскреснет в последний день но за три с половиной года придет Антихрист то есть он придет раньше за семь лет но три с половиной года до этого будет подготовка а три с половиной это над всем миром над всяким языком и плением время скорби сатана в это время освобожден и ради избранных дни те сократятся наш сайт к истине один народ это все там подробно написано вот пожалуйста одна черта Христос воскрес Христос пришел все и три с половиной года черточка там начало трещинского царства а здесь восхищение церкви все общее другого толкования нет и быть не может не может быть иначе все места писания противоречат и разброс как будто бы одно место от Бога другое не от Бога одно то что это книга откровения в духе был в духе это не реальность это не последовательность события а что как должно быть дальше это уже запрограммировано режиссура составлена и она проецируется сегодня на землю будет только так как Господь сказал но на этом все на сегодня пожалуйста слава Христу сейчас я посмотрю все номера нормально стоит ну а здесь уж как вот все еще души все можно пока подгнать но все